Привет, солнышко! Я очень рада видеть тебя на своем канале. Меня зовут Дора, и сегодня я буду снимать для вас влог. Как видите, сейчас я готовлю ужин для меня и Джонтона. У нас сегодня будет вот такие макароны с котлетами. Так, надо размешать. Мне, кстати, кажется, они уже приготовились, так что давайте выложим их на тарелку. Время у нас уже почти 6 вечера. Так, так, это мне. И теперь котлетки. Первая, вторая. На улице, кстати, в такое время еще светло. Ну, как бы уже вечереет, но все равно такая довольно прохладненькая погодка, поэтому мы любим в такое время есть на улице. Надо еще сделать мне чай, а Джонтону кофе. Так, ну я вот сюда сяду, наверное, отсюда Джонтон. На самом деле, немного непривычно, что теперь, чтобы позвать Джонтона, мне приходится подниматься аж на второй этаж, а не просто крикнуть ему. А еще, кстати, ребятки, мы сделали ремонт в комнате Дейзи. Мне кажется, теперь здесь намного комфортнее и уютнее. Ну что, Дейзи, готова кушать? О, что это за жирное пятно на стене? Дейзи, кто это сделал? Отмывать теперь придется. Так, ладно, пойдемте посмотрим Джонтона. Джонатан, Джонатан, что ты делаешь? Ой, да я тут присел почитать мангу, вот, а что? Да там уже кушать готова, пойдешь? Конечно пойду, ты еще спрашиваешь. Кушать это мое любимое занятие. Ладно, кстати, какую часть ты уже читаешь? Только недавно вторую часть начал, и на самом деле это очень интересно. Да? Ну круто, я рада, что тебе нравится. Ага, я еще недавно вот дополнение два купил, такое вот золотое и серебряное. Надеюсь, они тоже интересные. Ну что, пойдем кушать? Пойдем. А что у нас на ужин? Макароны с котлетами? О, класс. Дейзи уже учуяла запах котлет. Так, надо сначала Дейзи покормить, да? Да, только давай быстрее, я там уже все наложила. Интересно, что она там наложила? Ну ладно. Вот так, Дейзи, как тебя тут это кормит твои поилки? Ой, вот. Твоя еда. Приятного аппетита. Не селедка, но тоже вкусно. Лифт это на самом деле вообще круто. Намного удобнее, чем подниматься по лестнице. Ммм, вкуснятина. Приятного аппетита. И тебе. Кстати, Джонатан, да? А ты никогда не задумывался, что находится на чердаке? Что? У нас есть чердак? Эммм, Джонатан, ты живешь в этом доме уже несколько месяцев и не знал, что у нас есть чердак? Помнишь, когда мы въезжали, арендодатель, который сдает нам этот дом, сказал, что подниматься на чердак строго-настрого запрещено? А, ну да, да, что-то такое вспоминаю. Так, если он закрыт? Наверное, там что-то опасное и секретное? Вот именно, я и хочу это проверить. Ну, не знаю, Дора. На твоем месте я бы не стал рисковать. Ну, Джонатан, давай одним глазком туда посмотрим и сразу спустимся. Нет, Дора, мне хоть и тоже интересно, но все-таки рисковать я не стану. Давай посуду помоюсь за тебя. И ты туда. Лучше тоже не спустимся. А то мало ли, хлопотно беремся. Боже, да ладно, ладно, не буду я туда подниматься. Нафиг мне сдался этот чердак. Ну, вот и правильно. Ага, не буду я подниматься на чердак. Размечтался. Ммм, ну вдруг там и правда опасно. Тогда нужно вооружиться. Возьму на всякий случай фонарик. И, конечно же, якорь. Не, ну а что? Якорем вообще-то очень удобно догонять призраков. Так, ну все, в принципе, я готова. Дейди, пожелай мне удачи. Эм, да кому это еще приспичило мне позвонить? Да. Дора, это ориентодательница. Я чувствую, что ты хочешь подняться на третий этаж. Что? Я? Да как вы посмели подумать так обо мне? Не-не-не-не-не-не-не, послушай, туда нельзя подниматься. Я тебе запрещаю. Вы что? Я самый прилежный жилец этого дома, который только может быть. И ни за что не поднимусь на третий этаж. Я говорю тебе серьезно. Все, до свидания. Ничего себе, вот это у нее чуйка, конечно. Так, ну все, ладно, короче, поднимаюсь на третий этаж. У-у-у, как страшно. У-у, как темно, ничего не вижу. Вау, здесь довольно неплохо. Ничего себе, я даже не ожидала. Ой, кто-то здесь свой сэндвич оставил. Ммм, вкусненько. Еще свеженький. Ого, здесь очень даже атмосферно. Тут такие прикольные вещички стоят. Даже зуб чей-то светящийся. Интересно, чья это комната? О, газета. Разыскивается известный крампит-доктор. За любую информацию даем миллион токенов. О, еще какая-то игрушка. Милая музычка. Дора, она что, поднялась на третий этаж? Я же ей говорил, не подниматься. Дора, жди меня, я иду на помощь. Дора, я уже бегу. А, ничего не видно, в какую сторону идти. Ай, Дора, Дора, с тобой все хорошо. Эм. Ты чего ржешь? Совсем уже напугала меня. Меня напугала эта игрушка. Ё-моё, Дора, почему здесь такой страшный чердак? Что это вообще за штучки? Игрушки страшные. Ну почему страшные? Просто у них такая мордочка интересная. А это вообще что такое? Джонатан, ты стал монстром! О, как это снять? О, фух. Что это вообще за место? Я не знаю, но по-моему прикольно. Можно здесь сделать ремонт и... Ну, как-то все красиво украсить по-своему. Да, Дора, что это за звуки? И откуда взялся этот зелено-розовый дым? Ты правда в это веришь? Да 100% нас просто кто-то пугает. О, кстати, а что это за коробочка? Крампит-ученый? О, неужели мои страшные звуки и дым вас не испугали? Джонатан, посмотри, кого я нашла. О, я видел, в новостях вас разыскивают. Да-да, я знаю. Именно поэтому я прячусь здесь. Подождите, ничего не понимаю. Можете, пожалуйста, рассказать все с самого начала? Ох, ладно, так уж и быть. Я Крампит-ученый. Изобретаю всякие прикольные штучки, вленивцев, мутантов и так далее. Так вот, у меня была просто огромнейшая лаборатория в больнице. Я ей очень гордился, у меня там было очень много разных вещей. Но в один прекрасный момент какой-то работничек нашел мою лабораторию и раскрыл мой секрет. Конечно же, он сообщил об этом полиции, они все узнали, и мне пришлось сбежать. Ох, я так скучаю по своей лаборатории. У меня там столько всего. Ого, ничего себе. То есть, вас разыскивает полиция, поэтому вы решили спрятаться в нашем доме? Да, все именно так. Теперь мне приходится арендовать чердак на вашем доме, потому что больше у меня ни на что не хватает денег. Очень вас жаль. Как-то это, по-моему, даже несправедливо. А мы можем вам как-то помочь? Ну, даже не знаю. А вы сможете вернуть меня в мою лабораторию? А я вам за это отдам чердак, и можете обустраивать здесь все, что угодно. Хм, заманчивая идея. Но подождите, сначала нам нужно переговориться с Джонтоном. Посидите тут. Ты слышала? Будем помогать ему. Даже не знаю, в газете написано, что если мы отдадим этого Крампита полиции, то они нам заплатят миллион долларов. О, миллион долларов, это очень много. Нам хватит это даже на покупку второго дома. Вот именно. Но, Дора, это неправильно. Все-таки Крампит ничем плохим не занимался. Так что давай вернем его в свой дом. Точнее, в его лабораторию. А взамен получим чердак. Мне кажется, это намного лучше, чем миллион долларов. И зато сделаем хорошее дело. Мм, ну да, ты прав. Хорошо, я с тобой согласна. Крампит ученый, у меня замечательная новость. Мы согласны. Ура, я вернусь в свою лабораторию. Так, ну что, мы на месте. Крампит, куда идти дальше? Мы должны спуститься на минус нулевой этаж. Но туда же вход только для сотрудников. Дора, смотри. Извините, вы не могли бы последить за моими вещами? Я отойду на минутку и потом заберу. Да, конечно, оставляйте. Спасибо. У меня созрел кое-какой план. А, спасите, помогите, там пожар. Что? Какой пожар? А, где, где пожар? Быстро забираем вещи и уходим отсюда. Скорее, переодеваемся. Ой, по-моему, мы не так переоделись. Давай еще раз. Вот, теперь правильно. Мне кажется, чего-то не хватает. О, отлично. Скорее, спускаемся на минус первый этаж. Ох, дурачье, не было там никакого пожара. Все, я вернулся. А где моя одежда? Ой. Здравствуйте. 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 О, а это, не обращайте внимания, это не мое. Ну, ладно. Ну что, крампит, что нам делать дальше? Чтобы попасть в мою лабораторию, вы должны активировать пять кнопок. Две находятся с левой стороны и три в правой. Ммм, хорошо, тогда нам нужно разделиться. Дора, я иду в ту сторону, а ты в ту. Хорошо. Блин, как же выглядят эти кнопки? О, кажется, нашел первую. Прямо надо храниться. Блин, придется опять отвлекающий маневр делать. Так, нужно налить кофейка и подсыпать ей немножко снотворного. А, извините, мадам. Да. Не хотите ли вы выпить со мной кофеек? Что? Как кофеек? Конечно, я с радостью. Ну, что, может, расскажете, как вас зовут? А, да, точно, но сначала вы сделаете глоток кофейка. Ну, ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, где эти кнопки находятся? Иди дальше, впереди, в третьем ящике. Угу. Есть. Вторая кнопка за полотенцами. Так, готово. Ого, ничего себе, вот это аппарат. Спасибо, я старался. Третья кнопка находится за растением. Ага, вот и растение, готово. Блин, где там Джонкин? Я уже целых три кнопки нажала. Здравствуйте. Девушка, подождите. Вы не могли бы... А, 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 че? Стойте, это не то, о чем вы могли подумать. Я все объясню. Ты не работаешь здесь. Стоп, это что? Крампит-доктор? Нет, нет, что вы, это не он. А ну-ка, иди-ка сюда. А, 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 а. Это крампит-доктор. У нее крампит-доктор. Скажите меня. Тот самый крампит. О, ну наконец-то уснула. Теперь я могу нажать кнопку. Джон, ты меня рассекретили. Стоп. Почему ты тут просто чьевничаешь с какой-то женщиной? Э, Дора, это часть моего... Вот она, мы ее нашли. А, 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 а. А, срочно нажимаем кнопки. Так, а где же вторая кнопка? Здесь ее нету. Может быть здесь? А, здравствуйте. Нет, ее тут нет. Да, блин, где же она может быть? О, нашел. Мужчина, что вы делаете? А ну-ка, объяснитесь. О, нет, я сваливаю. А, а, а. Что здесь происходит? У них крампит-доктор, ловите их. Дора, бежим. А, а. Скорее, скорее, нажимай на рычаг. Бежим туда. Блин, скорее, не побежим туда. Что? Куда они делись? Не может быть. Я знаю, куда они делись. Скорее, вызывайте полицию. Фух, наконец-то мы в безопасности. Не то слово. О, Мишаня. Мишаня? Ну да, это мой ручной ленивец. Ну что, вот мы в лабораторию. Фух, друзья. Большое вам спасибо. Я так благодарен, что вы вернули меня. Лаборатория это мое секретно-укромное местечко. Но не стоит медлить. Полиция знает, что я здесь. И что же нам делать? За мной. Это мое недавнее изобретение. Камень памяти. Держите. Ого, какой красивый. А что он делает? Я знал, что когда-нибудь мою лабораторию все равно найдут. Поэтому я изобрел этот камень. И если его сломать, то люди, которые знали о моей лаборатории, все забудут. Ого. И даже мы забудем. К сожалению, да. Но вам придется это сделать, чтобы спасти меня. Хорошо, Крампит, доктор. Мы используем этот камень. Крампит был в коляске. А потом они ушли за стену. Они нажали на какие-то кнопки. Так, без паники. Объясните спокойно, что произошло. А, так вот же эти негодяи. Так, дорогие друзья, вы арестованы. Дора, скорее кидай камень. И я. А? 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 Эм, что за столпотворение? Эм, да если честно, мы сами не помним. Дора, почему я в какой-то смешной шляпе? Ну что ж, солнышко, на этом все. Большое спасибо вам за просмотр. Вот такой влог у меня сегодня получился. Мы поднялись на чердак и смогли его освободить. Правда, я не помню, кого мы здесь нашли и куда потом ходили. Но, наверное, это не важно. Кстати, нам даже ориентодателю ничего не пришлось объяснять, потому что она даже не помнит, что на ее чердаке кто-то жил. Но это даже нам на руку. Я всех очень сильно люблю. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать приятные комментарии. А также не забывайте смотреть мои другие видеоролики, ведь они тоже очень интересные. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока!